Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Мир образования» в студии Елена Борисова. Вы образованные и весь мир ваш. Вот девиз нашей программы. Независимая газета сообщает, что министр образования и науки Андрей Фурсенко выступил в Совете Федерации с докладом о развитии инновационного образования в России. Он говорил о введении новой системы повышения квалификации учителей. Сейчас для этого существуют специальные центры, в которых учителя обязаны проходить переподготовку каждые пять лет. Предполагается, что скоро они смогут сами выбирать, где им лучше повышать квалификацию. Средства, которые до сих пор переводились напрямую институтам повышения квалификации, будут отдавать учителям в виде ваучера. Ваучер может быть использован не только в специальных институтах, но и на кафедрах вузов, а также в престижных школах. В последнее время среди государств, наиболее успешно реформировавших образовательную систему, чаще всего упоминается Финляндия. Там, оказывается, учителями становятся лучшие 10% учеников из класса. Международный опыт говорит о том, что успехи системы образования зависят в первую очередь от качества подготовки учителя и его общественного статуса. Теперь припомните, каков сегодня статус учителя в нашей стране. Сегодня в выпуске. Московский учитель года. Спорт как праздник. Ежедневник мирообразований. И изысканная мусорная шляпка. Статус учительской профессии надо не повышать, а просто заново формировать. Конечно, учителя нигде в мире не роскошествуют. Но когда нашим школьным преподавателям в месяц выдают на покупку литературу 100 рублей, согласитесь, что это выглядит насмешкой. Новая система оплаты труда, как выяснилось, многих учителей, особенно в провинции, сделала еще беднее. И все же, как мы увидим из следующего сюжета, профессия пока остается привлекательной для многих молодых людей. Сюжет Константина Ефремова. Без призвания молодым специалистам в школе делать нечего. Большинство выпускников педагогических вузов это понимают и после первой же практики меняют профессию. А те, кто, несмотря на небольшую зарплату и огромную психологическую нагрузку, все же решил работать в школе, остаются в ней навсегда. В этом году в конкурсе «Московский учитель года» участвовало 300 лучших учителей столицы и области. Причем их рабочий стаж не превышает трех лет. Но все четко представляют требования учеников и их родителей и стараются соответствовать им. Родители – это люди, которые отдают свое чадо тому, кто должен так же, как и они, любить, ценить, воспитывать все самое лучшее в них. Профессиональная компетенция и личностные качества – вот, на мой взгляд, что важно. Получается соответствовать? Стараюсь. Очень важно, чтобы молодые учителя пришли в школу. И родители хотят видеть молодые лица в школе, хотят видеть его эрудированным молодым человеком. И вообще очень хотят, чтобы пришли молодые люди в школу. 11 молодых учителей из 300, принявших участие в конкурсе и прошедших отборочный тур – это лучшие из лучших. Можно не сомневаться, что к своему подвижническому труду они подготовлены. Остается пожелать им оправдать надежды родителей и школьников и ожидания самих учеников. Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министрам остается только мечтать. Уинстон Черчилль – британский государственный и политический деятель. Можно по-разному относиться к изменениям в нашем обществе. Но вот исчезновение массового спорта мне представляется бесспорно негативным. С одной стороны, мы слышим предложение думских депутатов о введении трех и даже пяти часов школьной физкультуры в неделю. С другой стороны, для этого нет решительно никаких материальных возможностей. С двумя вы часами справились. Хорошо еще, что остаются некоторые традиции студенческого спорта. Об открытии универсиады в Лужниках расскажет Валерий Мартинович. Как это не печально, спорт в наше время перестал быть массовым. Безвазвратно прошло время дворовых команд и катков в каждом квартале. Зато эффектны и зрелищны официальные спортивные праздники. Пожалуй, только в вузовской среде вышеудельный вес спорта на душу студенческого населения. В Москве стартовала пятая универсиада. На этот раз объединенная с фестивалем «Спорт и стиль». Мы привлекаем детей через интерес к спорту. Я считаю, это первое. Во-вторых, даем общение. Потому что, к сожалению, сейчас такой мир техники сумасшедший, что идут компьютеры, телевидение и все что угодно. И ребята хотим вытаскивать из дома, потому что компьютер тоже важная вещь. Нельзя говорить, что компьютером заниматься нельзя. Но спортом заниматься важно. Потому что если человек сидит у компьютера, он не будет стройный, спортивный, красивый. Соревнования организованы в поддержку Международной универсиады 2013 года, которая будет проходить в России. Студенты ведущих вузов столицы представляли свои варианты спортивной одежды. Уважаемые друзья, мы сегодня открываем пятую универсиаду. Проведение универсиад в Москве стало уже доброй, хорошей традицией. Я уверен, что некоторые из тех, кто сегодня сделает первые шаги в нашей универсиаде, с достоинством будут представлять Москву и Россию на всемирном смотре самых лучших, самых спортивных студентов. Аплодисменты в благо универсиады! Уважаемые друзья, к включению в оргкомитет объявляю игры Пятой универсиады Московского студенчества 2009 года открыты. Кульминацией культурной программы праздника стал танцевальный марафон. Это не только шоу, но и возможность продемонстрировать хорошую физическую подготовку. Впереди соревнования. Спортсменам предстоит мериться силами и сноровкой в разных спортивных дисциплинах. От самбо до фитнес-аэробики. Универсиады – это возможность показать себя, выступить хорошо. Очень хороший стимул к тому, чтобы дальше учиться хорошо. Международная универсиада 2013 года пройдет в Казани. 3000 столичных студентов будут не только участвовать в играх, но и помогать в их организации, встречать студентов всего мира. Во-первых, я хочу поддержать свой университет. Это раз. Второе. Есть, конечно, и личные выгоды. Это такие, как физическая подготовленность, фигура. Не исключено, конечно же. Универсиада проходит под лозунгом «Спорт студенту необходим». Жаль только, что пока это девиз неповседневной жизни. В ежедневнике мирообразования некоторые занимательные даты прошедшей недели. 6 апреля 1748 года обнаружены руины итальянского города Помпеи. Извержение Везувия, погубившее тысячу жизней, сохранило под окаменевшим пеплом множество памятников античной культуры. 7 апреля 1348 года в Праге основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый университет в славянском государстве. 8 апреля 1764 года родился Николай Рязанов, один из учредителей российско-американской компании, инициатор первой русской кругосветной экспедиции. 9 апреля 1802 года появился на свет Элиас Лёнрот, фольклорист, записавший и опубликовавший национальный карелый-финский эпос «Калевала». 10 апреля 1957 года в Подмосковной Дубне введен в действие синхрофазотрон Объединенного Института Ядерных Исследований. 11 апреля 1953 года родился Эндрю Уайлс, английский математик, доказавший великую теорему Ферма. 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Есть такие люди, которые просто излучают творческую энергию. Они умеют нестандартно подходить к привычным вещам и находить нетривиальные решения. Но самое главное, эти люди передают окружающим импульс творчества. Великое счастье, если рядом с ребенком оказывается такой учитель. А если нет, люди ищут возможность общения с людьми, которых в творчеству и нестандартному мышлению обязывает их профессия. На мастер-классе художника Марина Васиной побывала Берта Таймуразова. Дети часто облачаются в целлофановый пакет или старые простыни, изображая модель на подиуме. Только это не вызывает восхищения родителей. Это знакома Марине Васиной, которая с детства мастерила наряды из подручных средств. И сегодня на мастер-классе «Шляпа волшебная» она делится опытом с детьми и взрослыми. Мне кажется, что обычная шляпа, соломенная или фетровая, которая продается в нашем магазине, может быть трансформирована очень простыми средствами в какой-то выразительный элемент нашего образа. Как она утверждает, только головной убор придает образу завершенность. И не важно, из чего он сделан. Это может быть и фетр, и простой хлопок, и даже ковролин и клеенка. Главное правильно их сочетать. Головной убор лучше всего может выразить внутреннее состояние человека. Потому что это самый доступный, самый, так скажем, яркий способ выразить свое ощущение, свое желание быть каким-то вот героем. Романтический, брутальный, надменный. Любой вид можно придать с помощью головного убора. Причем как мужской, так и женский. Художник-модельер Марина Вась на некоторое время работала в театре. Она хорошо знает, как создаются изысканные сценические костюмы. И готова открыть маленькие секреты. Вот ваша задача, когда вы работаете со шляпкой, научиться во всем видеть объект своего интереса. Это вообще принцип театральной жизни. В театре все делается в порядке бреда. Любой образ можно выразить минимальными средствами. Главное, чтобы был головной убор или парик. Всем известные вуаль, берет и пилотка сразу вызывают определенные ассоциации. Только вот здесь они украшены ёршиком для чистки пыли или проволокой. А парики изготовлены из ватмана. Но никого это не смущает. И представители всех поколений с энтузиазмом мастерят шляпы, примеряют изделия мастера, делают эскизы и просто восхищаются. Я просто научилась делать парик для женщины и мужчины. Мастер-класс убедил в том, что создавать произведения искусства можно не только из дорогих и классических материалов. И еще один урок могли вынести родители из этого импровизированного класса. Запрещать детям фантазировать просто неразумно. Ведь творчество – это свобода и самопознание. Кто знает, может кто-то из этих ребят найдет свое призвание. Грая модельера. И как выяснилось, этот мастер-класс еще и сблизил родителей и детей. А после этого эфира «Верка» вернемся к прозе жизни. С некоторыми новостями нас познакомит Константин Ефремов. Костя, пожалуйста. Спасибо, Елена. Департамент образования Москвы открыл горячую линию по вопросам трудоустройства москвичей в детские сады, колледжи, интернаты, детдома и вузы. Разброс вакансий огромный – от дворника до проректора городского вуза. На горячую линию уже поступило более ста звонков. Не удастся стать педагогами лицам с судимостью. Миноборнауки подготовил законопроект, вводящий этот запрет, сообщает газета РУ. Вместе с тем, наказание работодателя за предоставление таким лицам вакантных мест пока законом не предусмотрено. Поступить в школу ребенку сегодня непросто. Для малышей, которым предстоит стать первоклассниками, учеба началась год, а то и два назад. Многие родители возмущаются ценами и жесткими условиями предшкольного обучения. В Москве занятия стоят от 3 до 8 тысяч рублей в месяц. Зато оплата посещения негосударственных детских садов, возможно, будет компенсирована государством. Размер компенсации будет таким же, как и в государственных учреждениях. 20% на первого ребенка, 50% на второго и 70% на третьего и последующих детей. Это были все новости. Елена. Спасибо, Костя. Напоследок напоминаю, что следующий 2010 год объявлен у нас годом учителя. Посмотрим, как это отразится на статусе педагогов. Всего вам доброго, успехов и до встречи в нашем эфире.